Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, где каждый день мы постим аналитический контент, конкретные торговые рекомендации, общие новостные сводки, идеи по фондовому рынку и по-прежнему готовы и открыты к предложениям, к фидбэку с вашей стороны. Какой-то инструмент стоит дополнительно рассматривать специально для вас, мы готовы это сделать, друзья. Ну что, сегодня стартует двухдневное заседание американского регулятора, завтра будут подведены итоги. Это, пожалуй, самое важное событие этой недели, а может быть и не только, потому что речь идет все-таки об американском регуляторе, речь идет о том, что может быть пересмотрена денежно-корритная политика. Каких-то фактических решений сейчас по ставке мы не ждем, безусловно. Это было бы крайне необдуманным решением для Федрезерва, потому что американский фондовый рынок и так уже камнем летит вниз, а если сейчас еще и не подготовив рынок повысить процентную ставку в тот момент, когда действует еще и программа количественного смягчения, ну я даже не могу представить, какие потери тогда ждали бы фондовиков. Поэтому такой сценарий не рассматривается, мы ждем комментарии регулятора относительно планов на март, потому что в марте как раз будет окончательно свернута программа количественного смягчения, ну и в марте логично увидеть первое повышение процентной ставки. Более о долларе сейчас, друзья, я говорить не хочу, потому что у нас будет для этого достаточно времени завтра и под конец недели, когда мы будем уже подводить итоги заседания ФРС и смотреть на то, как на эти итоги отреагирует рынок. Сейчас не будем заниматься гаданием, все-таки нужен серьезный фундамент, чтобы доллар начал позиционно укрепляться. И только в случае ястребиной однозначной риторики мы примем решение окупить доллар, ну в частности я буду рекомендовать это делать. Другие активы, которые сейчас, на мой взгляд, мы их ранее разбирали, они интереснее, чем доллар, рынок нефти 85-87. Мы ждали коррекцию, и она вроде бы как-то началась. Главное сейчас не спугнуть продавцов, потому что мы видим то, что их позиции не так уж и прочны. Но все-таки я жду Brent в районе 80-82 долларов за баррель. Как и ранее говорил, очень оптимистично настроен в плане реализации этого сценария, потому что жду конкретных действий от администрации США по продаже стратегических резервов, аналогичных действий от Китая, и ждут данные по запасам нефти, которые выйдут в эту среду, отчет от администрации энергетической информации, где мы будем разбирать не только запасы нефти и динамику их изменений, но и изменения запасов бензина. Мой личный субъективный прогноз – очередной прирост в обоих секторах и нефти, и бензина. И, соответственно, возможность дополнительно продать Brent с целями, которые я обозначил выше. Что касается текущей ситуации на мировых фондовых рынках, это тотальные распродажи, причем здесь нужно констатировать фактически уже исторические прецеденты. Январь, я думаю, что уже претендует на то, чтобы стать худшим месяцем вообще с начала пандемии для не только американского фондового рынка, а вообще для всех региональных мировых фондовых площадок, потому что в целом фондовый рынок потеряли уже больше 5 триллионов долларов. Если копаться непосредственно в американском корпоративном секторе, S&P уже просел до минимума с начала пандемии. NASDAQ, Dow Jones – то же самое. Потери NASDAQ, акции роста технологических компаний уже сопоставимы с худшими днями 2008 года. И, друзья, самый главный риск заключается в том, что, возможно, это еще не конец. То есть, ранее мы говорили, что вот эта коррекция, она возможна, и будет страшно, если эта коррекция станет полноценной и перерастет в нечто большее. И сейчас есть для этого предпосылки. Сегодня опять индексы распродают. Причин для этого достаточно. Страшно находиться в американском фонде сейчас страшно тем, кто принимает решение торговли, отталкиваясь от страничных настроений из-за роста геополитической напряженности в Восточной Европе и исходя из ожидания повышения процентной ставки. Ну, прям даже хуже фона сейчас и не придумать. Ну, хотя можно допустить появление еще одного штамма, скажем, к концу первого квартала 2022 года, и тогда пиши пропало. Ну, и при текущем новостном фоне вы все прекрасно увидите. По S&P, друзья, я думаю, что снижение будет продолжено. Причем текущие котировки 4347 пунктов – это только лишь начало. Я думаю, что 4400 пунктов мы в рамках текущей фазы снижения легко можем увидеть. Золото я рекомендую дальше покупать, 1841 доллар за тройскую функцию. Только что отметил. Серьезный фактор поддержки для рынка драгоценных металлов – это геополитический конфликт. И сейчас все об одном из них говорят, ну, прям всюду. Поэтому ожидание того, что золото будет пользоваться поддержкой как защитный актив – это правильное ожидание. Потом золото растет, исходя из инфляционных рисков, и золото растет на неоднозначной динамике доллара. Я думаю, друзья, то, что долларов на 30, на 40 мы можем увидеть его выше в ближайшее время, как и говорил ранее. Британская валюта 1.35 в районе данного значения консолидируется пара. Индексы производственной активности, сферы услуг, которые вышли накануне, разочаровали. Причем везде, где я видел информацию по этим индексам, все говорят о том, что произошло что-то страшное. Минимальные значения буквально за год, и это тотальный полноценный разворот и так далее и тому подобное. Я хочу напомнить, друзья, вам, что не стоит забывать, что такого рода индексы нужно анализировать несколько иначе. Прежде всего, нужно смотреть на то, находится ли индекс выше значения 50, которое деляет восстановление от спада. В обоих случаях индексы существенно выше этого значения 50, поэтому не нужно ничего говорить. Индексы и сектора восстанавливаются. Это априори, это экономическая теория, которая в целом была подтверждена так же, как гипотезы многими инвестбанками вчера, которые отметили, что не стоит пересматривать свои ожидания по росту процентной ставки в Англии, исходя из якобы отчетов, которые кому-то показались плохой статистикой. Банк Англии по-прежнему нацелен на повышение процентной ставки, и я жду заседания его на следующей неделе, друзья, как то самое, когда ставку поднимут и фонд сможет на этом фоне вырасти. То же самое по канадской валюте, правда здесь заседание, следующая торговая сессия, завтра уже, так же как и заседание американского регулятора, итоги будут подведены. Сейчас котировки 1,2647 по канадскому банку, можно точно сказать и по канадской экономике. Рекордная занятость, инфляция, смягчение ограничений, рост производственного сектора, сфера услуг, да еще и вот эти высокие цены на энергоносители. Отличные условия для того, чтобы начать действовать. Никакого как бы аргумента против. Действовать это значит повышать процентную ставку. Поэтому цели до конца этой недели снижение ниже уровня 1,25. Биткоин 36100, лоу был 32939. Наша долгосрочная цель вот-вот будет реализована на отметке 30 тысяч долларов. Я опять же доношу до вас позицию, что рынок криптовалют сейчас валится на публикации того самого отчета банком России, в котором четко прослеживаются рекомендации на полный запрет криптовалют на территории РФ. Якобы они угрожают финансовой стабильности, суверенитету денежно-кредитной политики, благосостоянию граждан. Мы это уже где-то слышали. По сути, когда государства начинают закручивать гайки на уровне национальном, то используются такие аргументы. Поэтому, если решение будет принято, если запрет вступит в силу, то, конечно же, очень сильно ударит это по майнингу, потому что Россия это 10% мирового хешрейта, и Россия это третье место по объему майнинга всех криптовалют в мире. Еще одна причина это ужесточение монетарной политики в США, потому что в этом случае, если ФРС встанет на рельсы роста ставок, доллар будет расти впоследствии. И другие инструменты, альтернативные активы, они уже будут менее популярны, менее интересны для торговли и инвестирования. Но если это произойдет, друзья, в плане корректив серьезной монетарной политики США, мы об этом поговорим. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!